Это годы дня гомельские аграры ждали с нецерпением. Наша область приступила до отказного этапа уборца сбоживых культур. Старт кампании дау традиционный обратно за женки. На Святе Хлеборобов в Добрушском районе сегодня побывала Ганна Корольчук. За женки это старожидный вязковый звычай, связанный с початком жнива. Его удельники просят об богатым ураджае и об тем, как собрать его без страт. Жадают здоровья тем, кто на полях. А в наши часы до этого добавляют свои просьбы об стабильной праце техники. Все лето для проведения сакрального обрада в Добрушском районе обрали полик Супа Барона. Бога с подаркой керу и самым молодых директору районе. Так тут хочет показать переемность поколению и то, что молодь может скласти годную конкуренцию старожилам. По словам Максима Толкачева, виды на ураджае сбожжевых в этом году саправды добрые. В этом году у нас посеяно 300 гектаров азимового рапса. Он уже весь смолочен. Намолочено 624 тонны. Урожайность составила 20 сантиметров с гектара. Также нам убирать 1635 гектаров азимовых зерновых, 300 гектаров яровых. Примерно урожайность где-то 35-40. И к уровню прошлого года мы где-то в полтора-два раза больше у нас будет валовый сбор зерновых. По традиции, первый сноб нового урожая жнейка зажинает сярпом, что символизует пошану доручной працы. Его отдают господару полев. А кроме того, всем керавникам господарок Добрушского района в якости обярега уручили ляльки жницы с колосками с первого сноба минулого года. Свои подарунки отрымали и головные герои свята – комбайнеры и механизаторы. Их ушановали представники профсоюзной организации Громадского объединения «Беларусь» и Белорусского республиканского союза «Мулладзе». Один из головных атрибутов зажинок – карава из муки летошнего урожаю – вручили переможцу жнева 2019 в Добрушском районе Александру Давыденко. Для самих комбайнеров добрые слова и стимул, и натхнение. Зараз головная задача – собрать урожаю с прояльный термин и без страт. Жневой не может шакать тому, прозгодину свято завершают, и комбайны выходят на палетки. Уже 38-я уборочная в моей жизни, можно сказать так. Всего лета должен быть хороший урожай, даже, можно сказать, отличный по сравнению с тем годом. Рапс убрали, сейчас будем токсикали убирать, потом будем убирать пшеницу. Это зависит от агронома и от директора. И от погоды. И погода. Если погода позволяет, значит, будем убирать. Семьи до девяти, это минимум. Да, 14 часов. Мы уже начинаем, который раз из пяти часов пробегаем. То продуться надо, то помазать комбайн, то обглядеть комбайн надо. Ну, вот такие у нас работы. Усяго, в этом году под уборку колоссовых сборжевых в Добрыжском районе засеяно 23 700 гектар, что на некольки тысяч больше, чем летость. И еще, каля 3 тысяч гектар займает кукуруза на зерне и 18 600 кормовая кукуруза. Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, Теля Радио Компания Гомель из Добрыжского района.